Комиссия во главе с Дзержинским, она же создавалась как террористическая организация, как организация, несущая с собой главную функцию красного террора. И с тех пор она и терроризирует, это террористическая организация. А поскольку во главе этого образования под названием Россия стоит выходец из КГБ, правоприемец ВЧК, то мы имеем террориста во главе так называемого государства под названием Российская Федерация. Поэтому естественно там нужно с корнем, с гноем и кровью выкорчевывать все это КГБшно, ФСБшное и ВЧКшное, НКВДшное отрудие. Понятно. До тех пор пока это все дело не выкорчаешь, не выжжешь каленым железом, ничего не будет. Филиппика, слава Украине, героям слава, спасибо за поддержку. Юргита Марковицына, спасибо вам, скорейшей победе Украины. Да, я тоже желаю Украине скорейшей победы, чтобы как можно меньше жертв. Вот. И пока, знаете, пока что это все. Больше вы мне ничего не пишете, на этом практически все. Я только хотел предупредить всех, кто мечтает о прекрасной России будущего. Ее не будет. Даже не мечтайте. Пока на горизонте просматриваются два сценария. Вот они явные, они явные, и я о них вам сейчас скажу. Первый. Путин перед тем, как осознает, вот после того, как осознает, что он терпит сокрушительное поражение, перед тем, как потерпеть это поражение, он свалится в ядерную войнушку и огребет в итоге так, что 70% территории этой рашистской фашизации превратятся в сплошную зону отчуждения. И на этом, собственно, закончатся все исторически особые пути и философско-фашистские страдания о загадочности русской души. И второй вариант. Система отгрызет, сама отгрызет эту пляшивую голову, вместо нее вкрутит, ну, условного, башку условного Навального. Тот, значит, подписывает, тот же не начинал войну с Украиной? Не начинал. Не влезал туда? Не влезал. Крым не бутерброд для него был, но это будет с ним особый разговор. Он подпишет, как миленький, мирный договор с Зеленским уберется из Крыма, из Донбасса и начнет долго и муторно платить со всем сплоченным коллективом рашистов по счетам, которые будут выставлены. За убитых, за раненых, за покалеченных, за то, что остались сиротами. Вот фонд восстановления Украины. Вот за все это. Никакого русского триллиона они не увидят, потому что этот триллион или два или три триллиона, которые размазаны по Европе и США, они тоже пойдут на восстановление разрушенной Украины. И активы олигархата туда же, и арестованная недвижимость России туда же, и деньги за проданные яхты, за проданные энергоресурсы России. Будет чем-то торговать там энергоресурсами, если их еще будут покупать, конечно. Все туда же, все туда же. Все как в прорву, которую сами же создали, сами же намолили и назиговали всем сплоченным фашистским коллективом. Власть будет слабая в центре, будет пошатываться, как вокзальная шлюха будет пошатываться. Жить будет на этой территории страшно. Никакой бизнес западный уже туда не вернется, забудьте. Вот все, кто сейчас ушли оттуда, они не вернутся. Просто запомните это как дважды два. Россия превратится в страну даже не третьего, а четвертого мира, в которую будут поставлять свои товары, если будут Китай, Индия, Иран. Об иранских автомобилях уже речь идет. Афганистан, травки лечебные, Бурунди, Мозамбик, вот это все. Будет такое северное, подмороженное, отмороженное Конго. Но недолго. Вот это да. Помните, как это сказали? Лукашенко тоже. Белорусы будут жить плохо, но недолго. Вот так и здесь, недолго. Потому что слабая власть в итоге не сможет удержать регионы, которые однажды вспомнят о своей самоидентификации и начнут отваливаться от никчемного центра. Ну просто потому что, ну логика, на кой ляд платить по счетам, которые еще центр присылает, когда можно напрямую договориться с тем же Киевом и платить гораздо меньше. И вообще, зачем кормить эту орду федеральных чиновников? Зачем обедами, условно, Волкова кормить? Так что эта попытка возрождения совка, мне представляется последней, обреченной на неудачу. Этот проект путинский, он исторически обречен и экономически нецелесообразен. Правильный проект. Тупой, бредовый. Но попытка его реализации тоже была неизбежна. Она была неизбежна в рамках пролонгации вечной власти Путина и его бригады. Ведь они от власти-то уходить не собирались. Не Путин, так и его дочери. Не Патрушев, так и его сыновья. Понимаете? И поэтому они старались обеспечить долгое пребывание и могли это обеспечить только через проект по собиранию советских земель и воскрешению Совкопитека. Но на дворе 21 век, господа хорошие. И собирание империй просто несовместимо с законами эволюции человечества. И совсем последнее. Я цитирую околокремлевский ресурс. Все машины, въезжающие на территорию администрации президента, теперь внимательно осматривают, проверяя днище и багажник. Водителя заставляют выйти из машины. Из-за этого по утрам на въезде в АП иногда образуются небольшие пробки. Машины руководящего состава не исключение. Они также проходят усиленный досмотр, несмотря на статус пассажиров. И тут же начинается рассуждение, что, дескать, вот как ликвидация Дугиной подкосила психику Путина и его окружения. Путин испугался. Ну, нет, на самом деле я бы не связывал это с ликвидацией Дугиной, которая была, кстати, убита по заказу путинского окружения. Как крыса. Ну, деньги украла, отвечай. Я думаю, что вот это, скорее всего, будничная паранойя фюрера, который просто опасается покушения на фоне явно неудачного вторжения в Украину. Ну, я говорю, что система может ему отгрызть башку, да? Ну, поскольку дела-то идут так себе, ни шатка, ни валка, кладбища колосятся, а глубинарии уже морщатся, глубинарии уже присывают, а вдруг мобилизации меня за шиворот притащат умирать. Ведь им-то изначально обещали совсем другое. Парад через три дня на Крещатике обещали, а оно, вон оно как получилось.